К нам по видеосвязи подключается Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время выйти в эфир вместе с нами. Да, Алексей, скажите, пожалуйста, вот мы сегодня, кстати, у нас в эфире несколько раз это уже обсуждали. В одном из ваших недавних интервью вы сказали, что в один день, одним утром Украина проснулась с Израилем. И Украине теперь надо привыкать к тому, чтобы быть Израилем. То есть я так понимаю, что вы имеете в виду годы гибридной войны. Ну я бы очень хотел, чтобы это было просто фалафеля, теплая погода, теплое море. И набор древностей или библейских, но, к сожалению, это не как Израиль. В том смысле, что мы проснулись в государство, которое военная опасность, для которого теперь постоянный спутник жизни, она много десятилетий. Да, но при этом вы говорите, что это не помешает стране развиваться и, скорее, даже наоборот, подхлестнет развитие. Ну, тут как бы все то же самое, что в Израиле. 48-й год, война за независимость. Израиль царяет 1% населения. Что в пересчете на украинские мерки сегодня означало бы 460 тысяч убитым. И арабская коалиция превосходит Израиль. Израиль надо собирать все силы, интеллектуальные, моральные, волевые, душевные, какие угодно, все, для того, чтобы просто выжить физически. У нас же была иллюзия у многих сейчас, с нашего разрешения, что Украины может не быть, но украинцы останутся. Просто в составе новой России. Ну, как такую иллюзию многие в России испытывали, международные наблюдатели в Украине, кое-кто так думал. Ну, да, захватят, но украинцы же были в составе СССР и Российской империи. Украинцы останутся. Теперь понятно, что при Путине не будет никаких украинцев, что он хочет украинцев уничтожить. Он считает, что это неправильный русский. Да. Чтобы нас не было. Поэтому мы должны теперь воевать отсюда и навсегда. Методы могут меняться. Они могут быть гибридные, могут использоваться другие 4 силы государственных. Три, вернее, кроме военной. Политической, экономической, информационной, дипломатической. Но то, что даже если в России будет самосистемный либерал, власть, конфликт проложится, я уверен, на 101%. Потому что сама логика такая. Наш конфликт с Российской Федерацией принадлежит конфликту неразрешаемых, как арабы и израильские. Человечество не умеет решать такие конфликты пока. Ну, я думаю, что он вполне разрешаемый сразу после того, как уйдет путинский режим. Но скажите, пожалуйста, не противоречит ли это вот ваша концепция израилизации Украины? Не противоречит ли она европейской концепции, концепции европейского пути развития? Ведь на протяжении истории Европа шла по пути умиротворения агрессоров. Ну, Европа такой стала только после 1945 года. И то ей это навязал СССР и Соединенные Штаты. Сама Европа всю жизнь была колбой-колбой. Этих дрались все против всех. И европейцы завоевали все континенты. Не просто так, а потому что были чрезвычайно агрессивные культуры. Я бы даже сказал, после Первой мировой Европа перешла к такому Чемберленскому. Если совсем брать рамку метаисторическую, как любит Путин, то Первая и Вторая мировая – это одна мировая, растянутая на 45-м. После нее Европа после всех ужасов решила пожить в тишине и покое и незаметно превратилась в музей. Когда Фукуяма объявил конец истории, он как-то, видимо, не подумал, что следствием этого будет являться конец исторических деятелей. Израиль это почувствовал от Европы очень давно, что невозможно рассчитывать на серьезную помощь Европы. А вот осуждений будет очень много. И попытки схватить за рукава при попытке обеспечить свою национальную безопасность. Мы теперь чувствуем это сейчас. И хотя нам обещают вступление в ЕС, что, кстати, очень существенным фактором является, и, возможно, даст нам куда больше ларантий безопасности, но думаю, что экзистенциальный конфликт с Российской Федерацией, единственным государством мира современным, в котором ее исторический центр находится за пределами ее границ, он при любом руководстве Украины и России в том или ином варианте неизбежен и остается строить архитектуру безопасности так, что это всего лишь был бы политический, экономический, спецслужбистский, информационный конфликт гибридный, а не прямо военный. Да, Алексей, вот я еще вам одну байку расскажу и прошу вам ее прокомментировать. Я в 90-е годы жил в Голландии, учился там в Амстердамском университете год с небольшим. И я учился на политологии, такая очень интересная дисциплина, и слушал самые разные лекции. И вот, например, историю Второй мировой войны с голландской стороны рассказывали примерно так. Гитлер на нас напал, мы несколько дней очень даже успешно сопротивлялись, но потом Гитлер начал бомбить Роттердам. Это были совершенно варварские бомбежки, разрушили старые исторические дома, погибло много мирного населения, и Голландия решила, что в этой ситуации надо капитулировать. Мы маленькая страна, мы не способны победить такого большого агрессора, мы хотим сохранить наши здания, мы хотим сохранить жизни мирных граждан. Королева собралась и уехала в Канаду, и, в общем-то, Нидерланды капитулировали. Вот как вам такая европейская концепция? Ну, нам она не нравится, и мы доказываем это на поле боя, как и вы. Ну да, так я же об этом говорю, что израильская концепция... Не может же быть концепции, а давайте сдадим немножко хайфа, да, или немножко баршевы, да, египтянам, и посмотрим, что будет. Не, но у нас были такие, которые хотели строить новый Ближний Восток, из этого ничего не получилось, конечно. Ну так они заплатили своими жизнями. И мы платим по сегодняшний день. Территории в обмен на мир. Это то, что нам предлагали с начала 90-х годов, но... Люди всегда будут находиться, да, люди, которые будут говорить перед лицом, там, бешеной собаке, что давайте немножко пожалеем собаку. Не может быть, она укусит мне глубоко, не глубоко, да. Скажите, пожалуйста... Отдадим ей руку, и весь остальной организм не пострадает. Алексей, а вы говорите, что всегда найдутся люди. Наши слушатели вас очень ждали на лучшем радио, и прислали в WhatsApp такой вопрос. Вы вчера говорили о расколе в украинском обществе. То есть неужели есть определенные группы, достаточно большие, которые сомневаются, стоит ли воевать дальше, или что вы имели в виду? У нас раскол по другой линии. У нас раскол между трезвыми людьми, которые понимают, что как бы мы не хихикали над Российской Федерацией, как бы оно ни тупило, воевать с ней достаточно сложно. Например, отбито превосходящий противник, качественно, количественно, и с огромным влиянием. Веря в том числе на тех людей, на те страны, которые мы считали, что они наши друзья, а потом оказалось, что Россия на двухсторонней основе очень много может сделать, чтобы они не были нашими друзьями, или не совсем друзьями, или со всеми друзьями. А во-вторых, они же хотят на волне успеха, а успехи действительно грандиозные украинские армии, и никакого успеха у российской практически нет. Да, сейчас. Они не выполнили ни одной оперативной задачи, а мы не потеряли ни одного соединения, уровня бригады и выше. Так вот, все сохранили управление, все воюют и так далее. Так вот, фишка в чем, что они говорят, что абсолютная кликуша, они прекрасно знают, как обстоят дело, но тем не менее говорят, что давайте пойдем освобождать Крым и Донбасс. Я говорю, и Владивосток. И Владивосток. Поэтому, не имея тяжелого вооружения, не способны будучи создать хотя бы превосходство один к трём, или качественное превосходство, которое бесчисленного может, бесколичественно обойтись, они у нас хотят воевать. А как только ты говоришь, ребята, давайте же будем презвыми, для нас отход российских войск на позиции 23 февраля – это грандиознейшая победа, потому что вообще-то они через 72 часа даже планировали быть во Львове. Официально об этом заявили, а мы и на картах у них боевых документов, которые мы захватываем то же самое. А то, что мы не дали им и отпинали обратно – это победа из побед вообще. Но нет, вот они говорят. А как только вы не хотите воевать, завоевывать Крым прямо сейчас, значит, вы слабаки-трусы и договорились. Ну да, да. Ура, патриоты. А как отнестись к высказываниям Тимошенко, что она последние дни говорит, когда ее спрашивают о поддержке президента Зеленского, она, конечно, говорит, что да, мы все за него стоим, и никто критиковать его во время военных действий не будет. А когда спрашивают, чтобы она видела победы Украины, она говорит, полностью освобождение украинской территории. И никто не даст Зеленскому карт-бланш на то, чтобы отдать или хотя бы перенести освобождение Донбасса и Крыма. Как это можно оценить? Ну, это чистый популизм. Она же должна добавлять во что это обойдутся. Да. Это, во-первых, технически нерешаемая задача, во-вторых, это надо где-то 10 тысяч, 15 тысяч. Даже если бы это была технически решаемая задача, то у нас откуда не возьмись появились бы танки, в достаточном количестве дальнобойной артиллерии, авиация, необходимая для наступления. Мы бы положили 10-15 тысяч убитыми. То есть это говорит о том, что виртуально все политики вокруг Зеленского на самом деле ждут той секунды, когда он сделает первую ошибку. Да, не ошибку, когда он скажет, что Россия отходит по состоянию на 23-е, и это наша победа. И вот тогда начнется, и они уже отмечутся. У нас, кстати, две линии еще появились. Первая линия, которую проводит политик, фамилия, которая начинается на П, заканчивается на К, заключается в его политической силе, что надо расколоть по максимуму офис президента и армию. То есть месседж такой, что значит, все хорошее – это армия, все плохое – это предатели в офисе. Ну, все плохое, что по войне включается. То есть армия только-только побеждает, а Крымский перешейк без боя стал, конечно, предателем офиса президента, либо хотя бы назначен офисом президента. И так далее, и так далее. Этот нарратив не имел успеха, пока они в него очень качественно не вложились. Они очень тщательно и последовательно развращают наших военных. А военные воюющие страны, как мы понимаем, это люди в особом состоянии сознания, которые полностью поглощены войной, и не имея политического чутья и подготовки, они часто допускают в свое окружение нечистоплотных политиков. И военные по чистоте души своей думают, что раз смертельно опасность страны, а вопрос ее вообще существования исторического, они, у нас же война одновременно из-за независимости судного дня, причем где самая лучшая фаза. Да, так вот они, фаза, когда судьба Израиля весила на вас, так вот они просто всю эту шваль подпускают, а шваль дает деньги, шваль рассказывает сладкие вещи про то, что, ну, вы же поймите, какие вы теперь, и где там эти там лилипуты из этой несчастной офисы политической силы, вы же там этот самый, и договариваются и до военной хунты, договариваются, и там до того, что мы сейчас после войны пользуясь вашим рейтингом покажем, и как бы давайте вот решительно, и вкрасывают, что там главнокомандующий послал главу офиса президента, представителя ставки, вообще-то верховного главнокомандующего, и что особенно я люблю этот нарратив, который меня забрасывает все время, у нас тут скандал два дня принесли, что арестовичный ехал на заложенного, и так далее, и так далее, при том, что мы заложеные друзья 28 лет, с одного военного училища, он на курс старше, как бы и так далее. Так вот, типа, задача умолить максимум заслуги президента, и максимум возвысить военных. Вот они клим ставили, и бьют, бьют, благо, что сегодня было, как бы, заложенный приехал, как бы, в офис президента, и там все увидели, что на самом деле между ГК и ВГК нет никакой ссоры, все прекрасно взаимодействует, и все защищают страну, и никаких дрязгах и речи быть не может, потому что слишком взрослые, ответственные люди, что сам заложенный, что президент, что глава офиса и окружение, но сам представьте себе, вот сам факт, воюющая страна, есть политическая сила, представленная в парламенте, которая ходит под ультрапатриотическими лозунгами, и что она делает? Она пытается бить клин между главнокомандующим и верховным главнокомандующим, это цель, о которой не могла бы мечтать все спецслужбы Российской Федерации, все их политики вместе взяты, это делает родная политическая сила, во время войны, которая далеко еще не окончена, и сейчас идет тяжелейшая первовая драка на Востоке, которая определит и судьбу войны, и судьбу стран, историческую судьбу страны, не судьбу на эту войну. И вместо этого момента этого исторического выбора они пытаются бить клин, кидают туда и деньги, и медиа, и организационные усилия, и все остальное. Ну, оценить их, я предупреждал, как это право нашим слушателям предоставляют самостоятельно. Перед тем, как мы приблизимся к Востоку и к военным действиям, которые там, скорее всего, будут происходить через несколько недель, у меня такой вопрос. Почему недель? Они уже идут? Нет, нет, я имею в виду все-таки... Давайте исправим. Нет, нет, нет. Это очень важно исправить, потому что создан миф, который и наши повторяют, и ваши, вижу, повторяете. Это очень ошибочный миф. Вы имеете в виду, когда подтянутся резервы, и они начнут вторую фазу наступления? Да, да, да. Именно это мы имеем в виду. Вторую волну. Да, я знаю. Этот миф создан, его надо немедленно разрушать. Я это занимаюсь уже вторые сутки, и с удовольствием займусь в вашем отношении, если только разрешите. Эфир ваш, пожалуйста. Вторая фаза наступления идет пятые сутки уже. Это попытка срезать и окружить зону ООС по сходящимся направлениям, условно, на Покровск от Изюма и от Волновахи, или там Маринки, Углидархова. Маринки тоже туда же, окружить части между Изюмом и Волновахой, которые оказались. Поскольку основные усилия были на юге, но там пройти не могут уже пятые сутки. И второе, по силе-усилие, это от Изюма. Изюма они взяли, двинулись вниз на Краматопск и Славянск, но сейчас застряли и второй день там более-менее местных тактических действий наступления нет. Они ждут подтягивания последних резервов, которые в результате кампании по мобилизации российской армии были получены пятой армией, которая на Дальнем Востоке, у меня штаб-квартира в Уссурийске. Десять батальонных тактических групп они собрали, они уже почти доехали до территории Украины, еще два-три дня осталось на выгрузку. И через Купинск, через Волойки они перебрасываются в Восточную Харьков и уходят туда на изюм. При этом они изо всех сил изображают угрозу Харькова, в том числе информационно-психологическими средствами, по одной простой причине, что наши войска из-под Харькова не входили перерзать эту пешку от изюм. Это понятно, мы все это понимаем. Кроме этого, они часть сил вывели после военного поражения под Киевом, Чернигом и Сумами, вывели эти силы Курскую, Белгородскую область. И тоже задача была восстановить боеспособность и быть переброшены под изюм по тому же маршруту. Но! С ними что-то случилось в районе Белгорода. Сначала складываю припасы, потом топливо, потом сама группировка пострадала, которая там стояла. Прямо не знаем кто, наверное, НЛО, но что-то, какие-то взрывы там произошли, после чего они сбили темп и потеряли это. Потом они радостно начали накапливаться под Купинском и от Купинска в сторону изюма и туда что-то. Но там, могу сказать прямо, там четыре наших точки прилетело и опять сбило темп. Это наступление должно было начаться сначала. 24 марта. Это точка У, вот это ракета. Да, да, да. Там даже на это наступление они планировали 24 марта, потом 28 марта, потом 1 апреля, потом 4 апреля. 4-го оно началось. Криво, косо и так далее. Оно уже идет. И то, что все считают второй фазой, которая должна через 2 недели начаться, это возможное или перспективное, как они говорят, введение вторых эшелонов. Вторых и третьих, которые представляют собой эти батальоны, тактические группы, которые приехали из Дальнего Востока, и те из тех, кто сумеют к этому времени восстановить боеспособность, выведены из-под Киева, Сум и Чернигово и вернутся туда, чтобы тоже наступить. То есть это войска, которые должны развивать успех. А теперь вопрос, а есть ли успех? И есть ли что развивать? Алексей, скажите, пожалуйста. И какова реальная боеспособность этих войск? А если кроме войск, которые мобилизованы из Российской Федерации, еще будут выставлены, как в качестве живого счета, депортированные украинцы против своих же, собственно говоря, собратьев, готовы ли вы к такому развитию событий в этих больших битвах, да, о которых пишет Подоляк в будущем. Подоляк какой? Михаил Подоляк сказал, что в течение двух недель будут большие битвы, состоятся они на востоке Украины. Эти большие, нет, это же не через две недели, а две недели, начиная с этого момента. Они уже идут эти битвы. Уже по вокзалу в Краматорске влупили, да, как бы и так далее. Убили именно жителей и прочее. Так вот они идут, эти битвы, две-три недели, они продлятся. Ну, я три на всякий случай даю, думаю, скорее бы. И они во все идут. Если они выставят украинцев вперед, то, во-первых, это будет военное преступление. Если они их мобилизуют и вручают им оружие, ну, тогда это солдаты вражеской армии, пусть даже не украинцы. Мы же понимаем, да? И третье, если даже пойдут гражданские буквально запустят вперед, это, конечно, ну, отресен всякого можно ожидать. Мы дадим способ убить тех, кто идет за спиной гражданцев. Ну, в данный момент Людмила Денисовна... Не убить, на войне не убивают, уничтожить. Уничтожить. Только тех, кто будут у них за спиной. Потому что сегодня появилось буквально за 10 минут до нашего разговора информация о том, что депортированным гражданам Украины в России сейчас насильственно выдают российские паспорта, соответственно, их отправят, скорее всего, на фронт уже как граждан Российской Федерации. Либо же, наоборот, чтобы показать, что это не вторжение, да, а украинцы сами? Все гораздо проще. то, что это вторжение, даже никто не сомневается. Уже же не удастся изобразить, что у нас там. После слов Пескова, что это война, и мы терпим тут. И она очень плохая, и мы значительные потери несем, и так далее. Значит, они сделали, каждый раз организовывая гуманитарные коридоры, они пытались организовать их в свою сторону, чтобы уходили в сторону России. Пропагандистские цели. Более-менее это удалось в Мариуполе, потому что, во-первых, в Мариуполе есть люди, которые симпатизировали до войны России, хотя таких сейчас, думаю, практически не осталось. Мало. А во-вторых, ну, просто, когда надо из этого ада выходить, люди уже идут в любую сторону. Тем более, чтобы в нашу они старательно не пускали. Около 60 тысяч по верхним данным и где-то около 20-30 по нижнему ушло в Россию, причем мужчин отфильтровывают от женщин сразу. 615 тысяч, простите, я вас перебью, но Людмила Денисова дает такие цифры. Нет, я по Мариуполю даю. По Мариуполю даю. Окей, ты по всей Украине. Мне нужно привести конкретный пример. Да, так вот, 660. Там мужчин отфильтровывали с самого начала. Их не выпускали на территорию Российской Федерации. Их сразу пытались призвать, как войска ННР-ДНР в кавычках там и так далее. А вообще, да, туда ушло очень много людей. Ну, как ушло? Были созданы условия и террором военным, и работа на контрационных пунктах, и агитации, и условия, что люди переходили на ту сторону. Мужчин сразу пытаются отфильтровать. И, ну, тут кому-то повезло. В основном идут фильтрационные мероприятия и, мягко говоря, либо забрить в армию, либо сагитировать в армию. Женщины и дети оказываются на разных условиях. Они непропорциональны в зависимости от субъекта федерации. Поступают сообщения, как и о довольно приличном обращении. Хотя, как сказать, приличное, когда тебя заставляют подписать документ, что ты два года не можешь перемещаться и должна обязательно устроиться на работу. Очень похоже на принудительный труд. А во-вторых, перемещенных лиц. А есть совсем нечеловеческие условия в стиле загнали в спортзал какой-то школы без отопления, кинули, там, поёк искал, поживите их выгод. Как бы, но вот такое. Поэтому здесь нужно разбираться. Поскольку мы разорвали дипломатические отношения с Россией, там нет нашего представительства. Мы работаем с Красным Крестом, представительным и другие организации. Но то, что они хотят насильно фильтровать украинцев, выкидать их в бой и рассматривают мужчин украинских, которые ушли в сторону России или были вынуждены уйти как мобилизационный ресурс, это однозначно. Другое дело, что качество этого ресурса. Хорошо, а как их освободить после завершения войны, если там 615 тысяч минимум украинского учрения? Для этого существует переговорный процесс, где есть формула все на все. Скажите, пожалуйста, в одном из своих недавних интервью вы говорили, что некоторых генералов российской армии, которые командуют российской авиацией, вы бы наградили. Объясните, пожалуйста, этот тезис. Они жгут, всего у них было около 500 летательных аппаратов сосредоточенных вокруг Украины. Летает реально экипажи из 150-180-200. По одной простой причине, не проблема не столько в самолетах, хотя бы и готовых, я думаю, за эти 500 надо 350-380. Сколько в экипажах? Что такое авиация, израилю не надо рассказывать. Это основная ударная компонента. Статус израильского летчика известен всем в Израиле, как это отбор и так далее. В России, конечно, нет такой статус, но, тем не менее, все понимают, что это главная ударная сила, конвенциональная, наиболее мощная, наиболее точная, наиболее оперативно реагирующая и так далее. Так вот, сначала мы сбивали подполковников, майоров и капитанов. Потому что все понимают, что летчик, особенно в советской системе подготовки или российской, который вышел из училища летного, это ни хрена еще не летчик, он пилот. Если его попросить, он взлетит на самолете, по прямой прилетит на соседний аэродром или с двумя поворотами и сядет на него. А вот такой, который может ночью взлететь, там, ПДПО обойти, хитрым маневром обмануть истребителей противника, отбомбиться, там, зафиксировать результаты, свалить оттуда, прикрыть напарника и все это сделать другом действии, в этом надо немножко учиться. И обычно это умеют, ну, майоры, подполковник, командир эскадрильи, замкомандир эскадрильи, там, замкомандир полка, вот такие сначала летали. Мы их разбивали, они либо погибли, либо попали в плене. 150 российских самолетов сбит в настоящий момент. Да, это 7 авиационных полков, двухэскадрильного состава, который сейчас в Российской Федерации, или чуть больше, чем одна воздушная арка. Так вот, потом начали летать лейтенанты, старшие лейтенанты, сейчас вот в основном летают и оставшиеся полковники, но их меньше. А эти мальчишки не имеют ничего, прописью ничего. И мы их сбиваем просто пачками. Дошло до того, что они где-то дней 12 назад перестали, две недели, перестали вообще применять авиацию по территории Украины, только регионы ограничиваются, а авиация перешла к непосредственно авиационной поддержке войск, и, между прочим, количество попаданий по российским войскам начало стремительно наращиваться. Почему? Потому что они просто не развлечают свои тяжелые на полевое и часто промахиваются. То есть они бомбят своих? То есть они бомбят просто своих? Алексей? Ну, что могут, то бомбят. Конечно, они попадают, да, что могут, то бомбят. Попадают по нам, попадают, но начали, что участились в случае попадания по своим, это потому, что они просто не умеют. Это же очень сложная наука. На поле боя найти своих и чужих и точно отбомбиться. Так вот, они не ли залетают даже, чем 20 километров за линию фронта в наши ближние ТВ, мы их там сбиваем, за сегодня сбито два самолета, один вертолет, пять крылатых ракет, и там пять БПЛ. БПЛ очень большая ставка, поэтому стремительно наращиваются и по потере БПЛ. Скажите, пожалуйста, а что происходит на Николаевском направлении? На Николаевском направлении для них критически важно удерживать правый берег или вообще Днепр, хотя бы по левому берегу. Почему? Понятно, что они мечтали обезарабской операции, которая должна была захватить Николаев и Одессу, и для этого высаживаться десант, пятый, десятый, все эти планы провалились благодаря героической обороне Николаева и проактивным действиям наших войск. Сейчас наши войска их прижали к правому берегу. Там небольшая, вернее, на правом берегу небольшая группировка есть. Там затруднено наступление, потому что местность изрезана ирригационными каналами с ответственными бетонными стенками, через которые сейчас сложно наступать. Шлюзы все под огневым контролем либо обороняются. Вдоль основных дорог, понятно, нарытая оборона, наступать в лоб сложно. И наши там уже получали, между прочим. Ну, правда, еще некоторое время назад при попытке схода заскочить. Сейчас там такие действия. Мы пытаемся их прижать, а они пытаются делать отвлекающее действие, там, клинуться в наши боевые порядки. Этот трюк они пытались проделать в Александрах. И сегодня на севере, ну, в севернее Новокаховке, скажем так, и околородные группы там легло российских в этой попытке взять в Александрах. Не взят. Мы, соответственно, пытаемся их там поджать. Наступать сложно, потому что они стали в стойку обороны, они ее удерживают изо всех сил, и она питается, вся эта группировка на малой земле питается через Антоновский мост, перед которым как раз Чернобаевка знаменитая, через Понтонный мост, который они перебросили, но там с ним чудеса начали происходить с этим мостом неприятные. И третье, это Новокаховский шлюз, через который через дамбур дают которые. Как вы понимаете, удерживать группировку, которая питается по трем или двум с половиной, ну хорошо, даже трем капиллярам, это очень нетривиальная задача, и Чернобаевка это доказала, потому что там такие условия местности, что они вынуждены были накапливаться перед бутылочным горлышком, в который заходили. Сейчас этого они не делают, они уже поняли, что это бесполезно, и тем слабым еще больше ослабили снабжение. Там идут артиллерийские бои, местные действия, и есть неплохой шанс, что рано или поздно мы их съедим просто за счет превосходства в артиллерийском огне, умелых действий войск, сидим, правая бережная группировка их прекратит существовать. Тогда они подорвут мост и будут делать все, чтобы удержать дамбу или повредить детей, поставить под огневой контроль, чтобы мы не перешли, и попытаются удерживать левый берег. Но и там их ждет ряд жизненных сюрпризов, они это знают, поэтому они осуществили еще 12-15 дней назад осуществили комплекс мероприятий подготовки к оставлению Херсона. Еще раз, многие СМИ прочли это, что они собираются отступать от Херсон. Арсистович сказал, что они собираются отступать от Херсон, а там какой-то депутат сказал, что бои идут перед Херсоном. Это неправильно. Правильное прочтение такое. Они подготовили эти меры и рассматривают это как вариант. Но это не означает, что они собираются оставлять. Наоборот, они будут держаться за него зубами по одной простой причине. Если оставить Херсон, рушится все снабжение из Крыма, обваливается их за перо, запорожская группировка, обваливается их мариупольская группировка. Это сразу обваливается весь юг сразу. Поэтому они не могут это допустить, они там будут держаться до конца, нести колоссальные потери, стоять в обороне, как сейчас происходит, но держаться. А мы считаем, что у нас есть свой хитрый план. На их идее есть наши методы. А какая в Херсоне гуманитарная обстановка? Мы слышали, что там продолжаются митинги проукраинские и что они расправились с мэром. Да, ну, значит, митинги продолжаются на Херсоне, пытаются репрессировать на Херсонщине, не только в Херсоне. Представители местного самоуправления, несколько мэров погибло, похищают бизнесмена, похищают бывших силовиков, имеющих бывших сотрудников, имеющих отношение к этому, проводят федерационные мероприятия, работают пыточные точно так же. По оперативным нашим данным, нам известно минимум от трех таких подвалов, где пытают, допрашивают, убивают и так далее. Но, в целом, широких репрессий против такого мирного населения пока не отмечено, насколько это известно. Хотя, как считать, если... Правда, это не Херсонщина, это Запорожье. Израильскую гражданку Татьяну Кумову похитили, да, и мы ее освобождали. Она в Мелитополе находится. Мелитополе. Это Запорожская область, но это, в принципе, по югу, на театре, скажем так. Так вот, на Херсонщине продолжается украинское сопротивление, но поскольку там гражданское, поскольку там настолько приковано внимания и так много камер, совсем лютовать они не могут. Но вот по отдельным категориям, например, бывшие атошники, бывшие военнослужащие вооруженных сил Украины, которые не успели выехать, бывшие сотрудники полиции, службы безопасности и все остальное, ну, там нормальные, в кавычках, тюрьмы, изоляции в Донецке. Захват пытки, да, попытка выбить, обвинить, застрелили, выбросили или запытали до смерти. Все, все как обычно. Таких случаев, по нашим данным, уже несколько десятков. Это они отправляют из Херсона, они отправляют в Донецк? Не-не-не, там по месту все. А, они уже там на месте находятся? По месту. Но в основном это не Херсон, в основном это Херсонская область. В области, в области это творится, в населенных пунктах области. Благодарная ситуация тяжеловата, но пока держится. Алексей, немножко отвлечь вас от внутренней политики и от военных действий на международную арену. Сегодня как раз проходят выборы во Франции, и мы знаем, что, в принципе, во второй круг, скорее всего, так как в первом победить невозможно, во второй круг выйдет Макронин и Лепен. И Лепен все годы была спутницей, и Путина напрямую, это была его подруга, и они и встречались, и в них вкладывались деньги. И, насколько в Израиле знают, и в эту предвыборную кампанию ее вкладываются деньги российские. Вот такой вопрос. Есть три самые крупные страны европейские, как Германия, Великобритания и Франция. Такой треугольник. Мы видели, что вчера британский премьер был в Киеве, Германия тоже поддерживает 100% Украину. При победе Лепен вы задумывались, может быть, политического руководства, что может произойти? Может ли Франция выйти из санкций? Может ли она повернуть в сторону Путина? И вполне возможно, вот такая победа Лепен будет одним из небольшой победы на международной арене для Путина. Потому что, кроме Венесуэлы, Кубы и прочих вот таких стран, вряд ли его кто-то поддерживает. Ну, еще сложно представить победу Лепен, честно говоря. Во втором круге? Да, во втором круге. Лепен же ставку на антимигрантскую политику всю жизнь сделал. Но она уже смягчилась в последний год. Смягчилась, да, безусловно. Поэтому, а за что голосовать? За Путина? Значит, ты поддерживаешь убийство украинских детей. Ну, в данный момент по статистике они идут ноздря в ноздрю. Что Макрон, что Лепен. Ноздря в ноздрю, да, потому что во Франции очень мощное движение существует. Против исламизации Франции и так далее. Она же на этих стоит. Победит Лепен, мы будем иметь ту же ситуацию, которая была при Дегуре. Когда он, бодаясь с Америкой, вывел Францию из Лата. Потом вернул, правда, потом политически вернул, военно не вернул. И прочее, прочее, прочее. Только она не Дегурь. Я думаю, количество глупостей, которые она будет делать, будет стремительно нарастать. И ей дадут оценку на следующих выборах. И муниципальных, и парламентских, и так далее. Поэтому, а дальше, ну, даже если она какой-то один злок просуществует, Франция опомнится и вернется. Другое дело, кому она вернется? Но для Украины, безусловно, даже Макрон лучше, чем Лепен. Но надо понимать, что и Британия, и Германия, и вся остальная Европа, и Соединенные Штаты, и Канада немедленно ведут в изоляцию такую, Францию, Лепеновскую. А кроме того, я думаю, что среди Лепен, ну, среди соратников Лепен, как всегда, найдется умеренное крыло, с которым можно будет говорить, балансировать политику. Мы проходили это в Италии. В Италии же победила коалиция 5 звезд, это же ультра-националисты были. Министр внутреннего дела стал поклонник Путина и так далее, и так далее. А после этого немедленно арестовали 5 лицеров российского ГРУ в Риме за шпионскую деятельность. Мы это проходили. Греция достаточно признанные отношения имела с Россией, как православная страна. Венгрия, Сербия и так далее. Тем не менее, как бы в рамках общей позиции НАТО и ЕС удавалось балансировать и эти позиции. Конечно, Франция помощнее не будет, но Франция ядерная страна. И получить еще одну ядерную страну в центре Европы, за которую поехали на Путину, я думаю, это будет головной боли уже гораздо больше для Европы и НАТО, и они примут все необходимые для контроля. То есть в таком случае вы рассчитываете на то, что Борис Джонсон не просто будет с визитом в Киев поддерживающим приезжать и поставлять оружие, но и более жесткие санкции выставлять не только против России, но и ее соратников? Я думаю, что они справятся. Мы видим пример Греции. Греция там что-то невнятно отвечала по поводу того, что она не вполне готова. Приехала Виктория Нуланд, и Греция сразу стала готова ко нам. Я думаю, идутся рычаги, позволяющие. Но если не направлять, то, по крайней мере, держать под контролем внешнеполитические движения Франции. Хорошая суть под контролем. То есть, чтобы она была уверенным, предсказуемым партнером, даже прилипая. Алексей, скажите, после трагедии в Краматорске продолжается ли эвакуация жителей Донецкой области? Ну, конечно, куда же делаться. Если россияне неизбирательным оружием идут по населенным пунктам, то приходится... Да и просто их физическое пребывание на секунду пункта, следующим за этим словом, это слово «буча». Все прекрасно понимают, что у вас с ними оставаться опасно просто физически на одной территории. Я знаю, что в Израиле теракты не было. Да. Так вот, я хочу высказать сочувствие израильскому народу и правительству в связи с этими терактами, пожелать вам, чтобы это скорее прекратилось, склонить голову перед памятью жертв и сказать, что Украина даже в этом состоянии, в котором мы находимся, помнит о том, что Израилю нелегко и готова ему помогать. Спасибо большое. Спасибо за вашу искренность. Алексей Арестович, совместник главы Офиса президента Украины. Спасибо. Спасибо.